Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Павел Давиденко и я рад вас приветствовать на своем канале о фотографии и путешествии. И вот месяц назад, видите, 6-го, 8-го, 06-го, а сейчас у нас 8-ое, 07-ое по часам тут вверху показано. В общем, совершенно неожиданно для себя купил вот этот вот мультитул GANZU G104S. Это самый маленький мультитул, обошелся он мне по скидке по акции за 130 гривен, это примерно 6-8 долларов перевести. В общем, давайте посмотрим, что он для себя представляет. Я его как купил, месяц у меня пролежал, я его раздостал, посмотрел и сложил. В общем, коробка пустая, здесь влагопоглотитель был внутри, и вот такой мультитул, он здесь внутри с чехлом, вернее, внутри в чехле, то есть чехол в комплекте. Значит, к чехлу мы позже, наверное, вернемся. Вот пакетики в таком, очень такой добротно смазан маслом, по ощущениям видно, с завода. В общем, что он из себя представляет. Вот на моей мужской и то небольшой руке, он вообще, да, вот по размеру даже меньше среднего пальца. В магазине, когда я его покупал, я не нашел размеров, не указывались. Указались размеры только вот максимальная ширина, это вот где-то 36 или 35 миллиметров. И толщина была тоже указана где-то сколько у нас, ну, 10 миллиметров. А вот длину, я так и не понимал, какой он длины, этот мультитул. Давайте замерим, получается длина его примерно 72-73 миллиметра. Вот такой вот он совсем крошечный из себя, относительно легкий. Сколько весит, я не помню, но на сайте всегда можно посмотреть. То есть, вообще, ну, такой я его взял себе, это как бы мой первый такой более-менее нормальный мультитул. И я его взял, чтобы носить как EDC, положить в сумку или в карман и в той или иной мере его использовать. Значит, что он имеет? Давайте с пассатижей начнем. Самая главная часть. Это вот такие пассатижики. Кому интересно, могу замерить длину вот такую вот общую, да. Это 37 миллиметров. От оси где-то 30 миллиметров будет. Я не знаю, это стоит или не стоит. Вот 15 миллиметров толщина этих плоскогубцев. Или плоскогубцев. Люфта практически нету. То есть, он есть, то можно сказать, да, его нету. Да, люфта нету. Зубы сходятся один на один. Сейчас, сейчас, сейчас увеличим. Давайте такой покажу, видите. Так, так, так. Щель есть. Они, то есть, идеально один на один не попадают, но притертые очень такие плотно. Не знаю, это так надо или это такой недодел производителя. Что еще? Ну, имеет вырез, да, вот этот вот для откручивания гарик, скорее всего. И есть кусачки у них. Вот видно. Думаю, кусачки будут кусать мягкую проволоку. Там где-то до 2 миллиметров совершенно спокойно. Медь до 2 миллиметров точно. Ну, а мягкую сталь где-то до миллиметра, я думаю, что должны будут перекусить. Конечно, гвозди кусать они не будут или какие-то шурупы твердые, но в вязочную проволоку совершенно спокойно. Значит, что можно сказать. Плоскоупцы подпружиненные, да, видите, очень приятно. То есть, не надо ни мизинцами как-то придерживать, когда работаешь, а уже они хорошо, не хорошо, а из завода подпружинены. Что можно отметить? Ещё можно отметить, что он собран не на заклёпках, да, а на винтах. Вот, винт, винт. Сколько? Шесть винтов, четыре больших и два маленьких. На заклёпках здесь всего лишь держатся вот эти вот пластиковые вставки для удобного хвата плоскогубцев руками. Значит, ну, наверное, сложим вот эту часть и начнём, давайте, с самого неполезного инструмента, который я не люблю и никогда не понимал, зачем его используют и не используют. А в ножики или мультитулы вставляют. Это вот этот вот напильник или, не знаю, это ногтиточка. Ну, ногти точить точно можно. Может, что-то можно мягенькое подточить. Я, сколько у меня были швейцарские складные ножики, никогда вот этой вот штукой не пользовался. Для меня это вообще совершенно бесполезная вещь. Вот, чего здесь нету, я жалею, это здесь нету ножниц. Значит, что у нас следующее есть? Есть крестообразная твёртка, да, вот видите, какие-то инструменты я совершенно спокойно, да, вот достаю ногтями, да, тоже твёртку мог бы вот достать. Значит, крестообразная твёртка. Маленькая плоская твёртка есть и есть ножик, да, ножик совсем игрушечный, как я читал в отзывах и на форумах ножик совсем-совсем маленький. Но я совершенно спокойно ему найду применение. У меня в, так сказать, длина, так вот, клинка, где он начинается, 35 мм и от самого начала до 40 мм. Вот, где мне не хватает всегда ножика, это при открытии вакуумной упаковки, например, ну, зашёл в обед в магазин, что-то себе купил в вакуумной упаковке, и её совершенно невозможно рукой разорвать. То даже такой маленький ножик, он спокойно справится с этим делом. Ну, я думаю, там, колбасу, палочку состружить, сосиску жарить тоже им можно. Я его ещё подточу. Заводская заточка, давайте посмотрим, какая. Вот, так, так, так. Ну, заточка есть, порезаться ей нельзя, но, в принципе, уже с завода им можно чего-то резать. Значит, с этой стороны с инструментами мы все посмотрели. Значит, с другой стороны у нас что есть? Есть открывачка, да, вот. Она же ещё и плоская средняя отвертка. Также у неё есть, не заточен, но в характеристиках на сайте написан, есть инструмент для снятия изоляции. Но он только прорезь, он абсолютно не заточен. Я думаю, правда, им пользоваться не собираюсь, но надфилем, скорее всего, я его заточу. С одной стороны круглым надфилем, чтобы была... Ну, не была, а инструмент был рабочий. Значит, что следующее есть? Маленькая твёрточка ещё. Ещё маленькая твёрточка. Есть совершенно тупая развертка или шила. Тоже у меня никогда не приходило такого случая, чтобы им воспользоваться. Но я заточу, чтобы инструмент был рабочий. Вот он вообще, да, вот, не колет ничего, я давлю, не режет и подавно. И есть ещё маленький серейтерный ножик для перерезания шнуров, строп, в общем, различных толстых верёвок и нитей. Значит, все инструменты, ну, по крайней мере, мне, моими ногтями или пальцами совершенно спокойно достаются. То есть, всё очень легко, проблем с доставанием инструмента нет. Да, и в этом мультитуле отсутствует фиксатор инструмента. Ну, инструмент очень маленький, поэтому я даже не считаю это большим минусом, потому что... Ну, что таким ножом, да, можно порезать. Да, если вы что-то будете колупать, да, им так очень сильно. Ну, да, возможно, пораниться можно, но это крайне маловероятно. В общем, вот такой вот мультитул. Ну, давайте ещё посмотрим на его чехольчик, отложим. Чехол снаружи сделан из нейлона или же плотной кордюры, трудно сказать, не видя внутренней стороны. А внутри подкладка сделана из неопрена, ну, по крайней мере, очень похоже. С этой стороны, да, это, скорее всего, нейлон был. В общем, нейлоновый чехол без заклёпки на липучке. И есть система для подвешивания на ремне. Значит, мультитул сюда входит, да, вот, держится. Другой стороной, наверное, тоже войдёт. Да, другой стороной тоже входит. Но, как по мне, я этот чехол, может, буду использовать просто в нём ложить его в сумку на ремень. Мне кажется, он абсолютно нефункциональный будет, потому что вот эта липучка совершенно спокойно задеванием руки или чем-то она освобождается. И мультитул сам очень лёгенький. И, в принципе, наверное, если вот так вот, да, вот, видите, можно шагнуть, прыгнуть, и он уже у вас выскакивает вот от этого вот чехла. То есть, потерять, я думаю, можно будет совершенно просто вот в этом вот чехле. Поэтому, лично я его использовать не собираюсь по назначению, чехол для носки на ремне. Но, как вариант, если где-нибудь там в машине в бардачке положить, то, чтобы не брязкало, в этот чехол можно совершенно спокойно ложить. Вот, логотип есть, Гэнзо или Ганзо. В общем, вот такой был распаковинг, или, не знаю, первый взгляд на мультитул Ганзо G104S. На этом всё. Ставьте палец вверх, если понравилось, и подписывайтесь на канал. До скорого!